здравствуйте дорогие зрители канала youtube ролик в общем о работе с бетонной мешалкой те кому посчастливилось самостоятельно использовать все инструменты в работе вот дабы так сказать облагородить собственно присоединенный участок или что-либо с этим связанное несколько комментариев в общем так бетонная мешалка вот это завода калибра досталась мне от отца он ее купил новую где-то на рынке она была уже видимо собранная потому что собрана она была бы как ничего нигде не протянуто но суть не в этом мешалка на 130 литров сразу скажу это мало вот что хотелось бы на что хотелось бы обратить внимание внимание хочу обратить вот на что смотрите у данной бетонной мешалки металлический венец вдоль всего барабана ну соответственно привод также у него металлический венец но проблема вот в чем вчера начали эту машинку использовать и получила следующее ее загрузили как полагается значит и определенные моменты зубья ведущей шестерни начали проскакивать относительно ведомой именно в одной половине то есть ну что случилось центральный подшипник там кстати внутри стоят два подшипника закрытых вот видимо центр по центру вот эта часть перекосила маленько от того что мешалка была загружена по нормативу не по нормативу не суть важно короче это все перекосило и она перестала тупо работать вот потому что венцы перестали попадать зацепление вот в связи с чем вчера работа была не сделана и возникли крамольные мысли что же такое почему так вот китайцы сделали бетонную мешалку которая не мешает бетон вот и что же делать дальше что выкинуть ее купить новую сегодня съездил на рынок посмотрел бетонная мешалка на 180 литров стоит 20000 кстати ролик мы снимаем октябрь 2016 года вот ночногорский район деревня маслова заливаем подвал вот и обратите внимание значит пришло так сказать на ум можно сказать радикальное решение проблемы почему мешалка не работает и как сделать так чтобы она работала видите да две шпильки приварены вдоль оси поворотные шпильки по 12 миллиметров уголок по моему 45 в нем просветлены два отверстия соответственно уголок этот не пожалуйста надет на эти две шпильки приваренные уголку приварен вдоль болт 14 миллиметров а на болт надет подшипник куплен на ближайшем рынке от безысходности просто я так понимаю что у нас болгарки он просто тупо попался мне под руку за 50 рублей единственный подшипник который был на рынке в магазине он хорошо сел на болт 14 миллиметров затянулся гровером гайкой вот и в общем-то замечательно работает сейчас в общем конструкция элементарная вот двумя гайками точнее четырьмя нижней контуры мы притягиваем подшипник который прижимает барабан к ведущей шестерни тем самым исключаем вариант про скальки проскальзывания ведущей шестерни к ведомому к ведомой шестерни вдоль барабана и мешалка работает замечательно вот вот именно в этом случае то есть мы уже целый день оттарахтели 9 мешков цемента мы использовали и проблем нет пошивник жив вот мешалка мешает мешаем бетон марки предположительно м-300 сейчас вам продемонстрирую как все будет работать пропорции такова одна часть цемента три части гравия две части песка и примерно 0607 части воды также мы добавляем супер пластификатор кстати всего на глаза на рынке не попался мы его использовали вот просто ну хочет чтобы лучше тем более для себя заливаем как вы видите опалубку погреба это будет погреб вот размером больше с половиной с половиной толщина стенки 15 сантиметров 300 бетон вниз уже залит не залили из миксера периметр не удалось был один серьезный казус стали заливать лопнула опалубка в общем опалубка сами видите сделан из 9 фанеры поэтому решили все-таки обезопасить и залить все вручную в общем смотрите сами как происходит процесс бетонирования сразу вам скажу схема отработана по ингредиентам засыпать надо так а не иначе но мы что-то делать иначе но мы делаем так потому что у нас получилось так быстрее всего и лучше всего 8 пуск пускаем пустую бетонную мешалку вот не засыпаем гравий гравий надо засыпать три ведра ведра берите 10 литровые 3 а Продолжение следует... Дальше добавляем воду. Вода-то примерно литров 7-8. Это ведро меньше, оно 9-литровое. Ну, тут чуть меньше, где-то 8 литров мы наливаем. Пластификатор. Куплен в Леруа. Вот. Чтобы был. Мерный стаканчик на 250 миллилитров от какого-то стирального порошка. Соответственно... Покажи, пожалуйста. Одна часть цемента, 10 литров. Покажи, пожалуйста. Как-то перемешиваются гравий. Вот. Обратите внимание, вот гравий сейчас очень хорошо перемешался с цементом и с водой. Ничего нигде не налипает. В барабане все абсолютно хорошо перемешано. Вот. Гравий, вода, цемент и пластификатор. Хорошая однородная смесь. Теперь мы будем по одному ведру добавлять песок. Но проблема в том, что у нас ведра не 10-литровые, как я вам сказал, а 12-литровые. Поэтому у нас есть один нюанс. У нас просто все переливается через борт, и поэтому мы используем легкие хитрости. Попало в катер. Высыпаем первое ведро песка. И на этом сразу два надо подождать, пока первый перемешается. Так будет лучше и быстрее. Видео снимается на самом деле спонтанно, касательно, в общем-то, как бы, ну, задумка была именно из-за добавления нового элемента к мешалке и приходится в пользу случаем снять весь процесс. Покажи, пожалуйста, что перемешало еще. Суспаем второе ведро песка. То есть у нас получается одна часть цемента, три части гравия, две части песка. Можно было бы еще, конечно, добавить гравия, но простор получается не особо текучим, что в нашем случае требуется. Ну, и поэтому мы решили остановиться на этой пропорции. Покажи еще раз, как работает наша тюнингованная деталь. Работает она просто шикарно. Феноменально. Вот. Снимает моя жена. Она же мне помогает. За что я огромное спасибо, потому что больше некому. И редко кому жена поможет в таком нелегком деле. Дай вам Бог найти такую жену. Сейчас верить бетон. Ну, вот, как вы видите, бетон практически стал однородным. Вот. Смесь. Бетон смесь. Не знаю, как сказать. В общем, все хорошо перемешалось. Немножечко я наклоняюсь. Не, чтобы... ...исключить, так сказать, все. Бывает так, что песок не очень хорошо перемешивался. Комними, если я ошибаюсь, если он мокрый был. Но здесь все вроде нормально. Вот. Бетон хорошо перемешался. Мы будем так считать, уже у нас вечер. Всех нету. Вот. Поэтому будем сливать. В общем, будем сливать. Показываю дальше. Я садился постоянно. Останавливаем процесс. Шум наконец-то. Стал не такой невыносимый. Конечно, шумит мешалка. Если вам звонит телефон, вы не слышите. Вот. Ну, соответственно... Да, кто-то скажет, расход, жидковат, там, туда-сюда, марка. Напомните правильно. У нас стена 15 сантиметров. И нам нужно пролить весь периметр. Без использования бетонного насоса. Поэтому мы, соответственно, идем на уступки. Чементу мы добавляем, честно говоря, немножко больше, чем положено. Но... Все во благо, так сказать... Все во благо нашего будущего подвала. Который мы планируем использовать. У нас тут будет бойлерная. У нас тут будет ставить фильтра скважины. Вот. У нас тут будет храниться соление, вино, надеюсь. Вот. Ну и все остальное. В общем, ну, на данном, так сказать, этапе... Сними, пожалуйста, вот еще раз. На данном этапе видео, вот. Мы, наверное, закончим. Потому что, в принципе, все, что я хотел, показал. Сняли. И, дай бог вам здоровья. Мешайте бетон. Вот. Живите полной жизнью. И все у нас будет хорошо. Вот. Всем пока. Пока. Счастливо. Счастливо. Продолжение следует...